Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Депутаты единогласно принимают отставку Валерия Хорева. Уже бывший глава, досрочный, по собственному желанию решил сложить полномочия. Что заставило его так поступить, остается загадкой. На заседание экс-чиновник не пришел. Не может дойти объяснений народный избранник Марат Сафиуллин. Я просто, вы были свидетелем, я вообще не принимал участия в этом голосовании. И у меня есть определенная позиция, поэтому я до конца не разобрался, что произошло, что постигнуло для такого серьезного решения. К сожалению, глава тоже не присутствовал и не дал никаких пояснений. А ведь еще недавно ничто не предвещало беды. Ровно месяц назад Валерий Хорев отчитывался о результатах своей работы и работы администрации за прошлый год. В городском округе Перуральск по итогам 2017 года наблюдается положительная динамика социально-экономических показателей. Экономика города демонстрирует достаточно уверенный рост. Тогда деятельность главы депутаты единогласно признали удовлетворительной. Валерий Хорев возглавил администрацию города в 2016 году. Официально в должности он проработал около полугода. Впрочем, на повестке дня новые вопросы. Один из них – кто займет место главы. Депутаты поддерживают кандидатуру Игоря Копца. Бывший инвестиционный управляющий на месяц возглавит администрацию, пока не будет утвержден новый руководитель. Ожидается, кандидатур на эту должность будет много. Потому что наш город достаточно крупный. В настоящем это выделяется много финансирования. Идет очень хорошее развитие. Ну, возможно, даже я приму участие в этом конкурсе. Потому что у меня есть огромное желание сделать для города много хорошего, полезного. Своего кандидата на кресло главы, возможно, представят и депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом они заявляют сегодня. С этого дня «Единая Россия» – не единственная фракция в Думе. Решение о создании фракции – это было давно. Ну, просто в силу обстоятельств, временных рамок. Мы всегда выступали, в принципе, едино, вы знаете. Это выработка единого мнения и единой позиции. Пока в администрации очередные перестановки о решении насущных вопросов забывать нельзя. Даже наркологическая ситуация остается тревожной. При этом количество тех, кто злоупотребляет алкоголем, немного снижается. Наркоманов, наоборот, растет. По данным скорой медицинской помощи, острое отравление наркотическими и токсическими веществами с 2014 года значительно выросло. За 2017 год общие областные показатели по нашему городу превышены в четыре раза. Вариантов решения этой проблемы у депутатов пока нет. Но есть и позитивные новости. Первоуральску выделили деньги из областного бюджета на ремонт дорог и на благоустройство. Также в пяти школах планируют провести капитальные ремонты к началу учебного года.